Перед членами жюри конкурса стояла нелегкая задача выбрать из 85 работ лучшую открытку. Учитывалось эстетическое оформление, аккуратность, гармоничность цветового решения. Сегодня мы подводим итоги нашего конкурса новогодних открыток. Как мы говорим, оставим ёлочку в лесу. Покажите на ваших открытках, что вы рады Новому году, что вы рады Рождеству, что вы рады предстоящему празднику Крещения. И ребята в таких трёх номинациях поучаствовали весь декабрь, приносили нам замечательные открытки с изображением природы, красивой, зимней, радостной. В этих открытках они выразили всю ту радость бытия, всю ту радость сказочного представления о нашем мире. Огромное количество, буквально ворох этих открыток, о котором наше жюри с большим трудом разбиралось и выбирало наилучшее, наидостойнейшее. И у нас получилось несколько первых мест, несколько вторых, несколько третьих мест, потому что мы не могли не оценить такие замечательные работы детей. Конкурс проводился с целью вовлечения интереса детей к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности. В торжественном награждении участников городского конкурса новогодних рождественских открыток приняли участие и Дед Мороз, и Снегурочка, и руководители кружков станции юных натуралистов. Было принято решение выявить победителей и призёров конкурса в каждой школе. Я делала открытку из картона и сканер, ёлку. У меня мама помогала делать. Мы с мамой делали кружевами, снежинки рисовали, поздравили, писали в гоше, красками, снеговика я маме помогала рисовать. Чтобы сделать эту открытку, мы брали цветной картон, брали бумагу, пакетки, иголку, нитку и шили ёлочку. У моей открытки есть ещё бантики и вот снежинки, а внутри открытки написано «С Новым годом» из пакета. Начавшийся 2016 год обещает быть интересным, а вот следующий 2017 год будет посвящён конкретно экологии. Думается, что наши юные таганрорские экологи примут в нём самое деятельное участие. Ребята как ходили, так и будут ходить к нам. У нас предстоит и весенний лагерь, у нас предстоит ещё двухмесячник, в котором у нас будут очень интересные мероприятия. И новое мероприятие, которое мы придумали, ведь у нас идёт год кино, так вот у нас будет конкурс короткометражек, которые детки снимут о нашей природе, о нашем крае. И там мы ещё увидим, возможно, новые таланты. А год, который предстоит нам, 17-й год, уже мы вперёд можем заглянуть, это год экологии. Мы так рады были, когда президент нашей страны сказал об этом, и что есть подписанная Путиным программа реализации года экологии. Я думаю, что мы примем самое активное участие. Возможно, это будет как-то и не только в виде слов, но и в виде каких-то материальных, материальной помощи тем организациям, которые занимаются экологическим образованием. До свидания, ребята!